Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, приветствую вас, святые ангелы Божии, невидимо наполняющие этот храм. Не просто совершать службу и говорить проповедь при абсолютно пустом храме, когда нет ни одной живой души. Надо сказать, что такой грустный, печальный опыт у меня уже был, это не в первый раз. И когда сегодня утром один батюшка спросил меня, что ты чувствуешь насчет всего того, что происходит, я сказал, знаешь, с одной стороны, конечно, мне больно, что сейчас храмы пустые, но с другой стороны, это вынужденная мера. Меня гораздо больше расстраивает не то, что сейчас вот в этих экстраординарных обстоятельствах наши храмы для верующих закрыты, а то, что когда храмы открыты для верующих, когда есть беспрепятственная возможность прийти, помолиться, причаститься, люди не идут в храм. Я выхожу на проповедь, скажем, или я выхожу служить, и в храме стоит один, два, три человека. Вот это гораздо грустнее. Собираюсь на службу, еду на службу в переполненном транспорте, бурлят улицы, машины образуют пробки, грохочет проезжая переполненный трамвай мимо нашего собора. А зайдешь в храм, пустота, тишина, только свечи и лампады мерцают. Нет тоски по Богу, нет желания прийти, причаститься, приобщиться к этим великим тайнам у людей. И мне очень хочется, чтобы это время вынужденного отстранения, лишения нас храма, оно в нашем сердце вызвало такую тоску. Знаете, когда после, когда от какого, ну, с любимым человеком привыклишь уже к нему, да, и уже и недоразумение, уже и ругаешься с ним, какие-то недомолвки. И вот на какое-то время близкий человек уезжает куда-то, ну, там, скажем, в другой город, там, в командировку или в отпуск, там, на дачу, с детьми. И ты начинаешь через какое-то краткое очень время уже тосковать. И ты понимаешь, что ты по-новому будешь строить отношения с этим любимым человеком, только бы вот вам встретиться. Вот так же и тут. Мне очень хочется, чтобы мы по-новому с вами начали строить отношения с Господом Богом, с храмом, с божественной службой и со святой Евхаристией. Чтобы мы не ленились, когда есть такая счастливая возможность, когда Господь нас не изолирует в наших кельях, квартир, чтобы мы могли прийти и, чтобы мы приходили и приобщались и пили от этого бессмертного источника жизни. Сегодня совершалась последняя в храмах всего мира, совершалась православных, совершалась последняя божественная литургия прежде освященных даров. Я помню первую литургию этого года. Я как раз попросил благословение у отца настоятеля, я снимал это на камеру и потом сделал фильм «Литургия прежде освященных даров» с комментариями. Не очень большой он популярностью пользуется, хотя фильм, на мой взгляд, неплохой. Но я хочу сказать, что когда мы совершали первую литургию прежде освященных даров, конечно, все наши мысли были о том, что вот у нас сейчас начинается Великий пост, мы пройдем его по возможности достойно, что будут все больше и больше людей будет приходить в храм и что кульминацией будет Страстная Седмица и мы сможем собраться в последний раз на литургии прежде освященных даров, где сможем вот соборно с большой радостью уже проводить эту литургию, которая до следующего года завершаться не будет. И вот смотрите, как есть такая очень хорошая поговорка французская «Если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Человек предполагает, а Господь располагает у Бога другие планы. Господь распорядился иначе, видите, и храмы пустые. И вот мне хотелось бы несколько слов, дорогие, сказать на очень актуальную тему. Храмы вынуждены, пустые, люди лишены возможности приходить на литургии, и во многих сердцах возникает такая боль. Мы хотим на литургию, мы нуждаемся в литургии. Вот я только вчера получил к одной из своих видеозаписей комментарий от одной женщины, когда я рассказывал о том, что время вот этой вынужденной изоляции для нас может быть благоприятным, если мы научимся молиться, если мы не приобрели молитву до этого, не приобрели, не научились глубокой молитвы, если мы только привыкли приходить в храм, участвовать в этой благодатной массовке, а не научились в тишине сердца своего, в уединении молиться. Я говорил о том, как важно нам вот осмыслить, да, есть ли в нас этот молитвенный опыт или нет. И женщина написала, почему все говорят о молитве, почему все молчат про причастие. На Пасху я не смогу причаститься, меня волнует только этот момент. Я не смогу причаститься, будет закрыт храм, почему молчите об этом? Причем здесь молитва очень разочарована. Как же так? Священники сами в Бога не верят. Верят, дорогая сестра. Вот из вашего комментария, письма, и много таких я получаю в эти дни, следует следующее. Люди вопиют, как же так? Мы лишены благодати Божией. Мы не можем причащаться, а если мы не можем причащаться, мы отлучены от благодати. Мы не получим эту порцию благодати, за которой мы приходим в храм. И первое, что мне приходит на ум, что это, конечно, очень глубокое искажение православного понимания того, что такое причастие. Что такое вообще божественная благодать? Это нетварная божественная сила или энергия, которую Бог подает нам по своей великой любви для нашего освящения, преображая нас. И благодать подается нам в момент крещения. Да нет, еще даже раньше Господь призывает человека к вере, благодатью своей. Затем человек принимает решение креститься. Вот он крестится, вот он приобщается к этой благодати. Вся его христианская жизнь, не только причастие, вся его христианская жизнь должна быть путем к стяжанию этой благодати. А путей таких способов, таких очень много. Это и молитва, не только храмовая, но и молитва личная, и духовные размышления, и доброделания, дорогие. И, конечно, участие во всех церковных таинствах и священных обрядах, не только в божественной литургии. Вот когда люди думают, что они получают благодать только, скажем, в трехлитровой банке, когда они набирают святую воду, или только когда они причащаются, только вот тогда они по-настоящему получают благодать. Это глубокое заблуждение. Я сказал, да, что есть много способов, у святых отцов об этом написано очень много. И святое причастие, оно стоит в ряду других способов получения благодати. Да, мы сегодня лишены возможности причащаться, но мы не отлучены от Бога, мы не лишены возможности другими способами получать эту благодать. И более того, я вот уже упомянул про доброделание, как очень важное измерение нашей христианской жизни, которое тоже дает нам благодать Божию. Можно сказать, что вся наша жизнь должна стать евхаристичной. То есть все, что мы делаем, наше служение ближним, наше служение дальним, наше общение с людьми, все это может стать способом для нас получения благодати Божией. Скажите, вот те люди, которые сейчас изолированы в своих квартирах, которые переносят тяготы вынужденного сосуществования со своей второй половинкой, которые ответственно, скажем, смиряются перед своим мужем, женой, которые ответственно занимаются со своими детьми, хотя это бывает непросто. Эти люди получают благодать? Конечно, получают благодать Божию. А те врачи, которые сейчас на передовой, на вот этой передовой линии фронта, и духовного, и телесного, борются за наше с вами здоровье, они получают благодать Божию, конечно. А все те волонтеры, которые сегодня на себя взяли многие функции по обеспечению нашей и духовной, да и физической безопасности, они получают благодать Божию, конечно. То есть думать, что мы придем в храм, что мы зарядимся благодатью Божией, что мы только в храме заряжаемся благодатью Божией, и преимущественно через причастие, это глубокое заблуждение, дорогие. Вся, повторяю, наша жизнь должна стать способом, путем к тому, чтобы получать благодать Божию. В каждую минуту жизни нашей, что бы мы ни делали, что бы мы ни думали, через все можно получать благодать Божию. А то это немножко напоминает какую-то экстрасенсорику, да, когда люди приходят в храм, чтобы подзарядиться. Я знаю про таких людей, которые мне рассказывали, да, даже сами экстрасенсы рассказывали. Мы, говорит, ездим к святыням, паломничьим к святыням, потому что там вот есть эта энергия, мы ездим туда, чтобы подзарядиться этой энергией. Это, конечно, глубокое заблуждение. Поэтому мне очень хочется донести до вас, что думать, что мы должны прийти и набрать вот этой благодати в храме, через причастие, и сейчас нас лишили этой возможности набрать благодати, получить благодать. Это глубочайшее заблуждение. И тут человеку нужно что-то думать, да, что-то менять в своей жизни. Если для него только литургия, это способ получения благодати, а он не получает благодать из иных источников, через молитву, через доброделание свое, через богомыслие, через постоянное общение с Богом, значит, у человека очевидно не все в порядке с духовной жизнью. Второй момент, о котором хотелось бы сказать. Вот многие сейчас вопиют о том, что мы лишены возможности причащаться. И воспринимают это прямо как такое посягательство на незыблемое право, на которое мы все имеем право. На незыблемое наше право. Так, слушайте, а по большому счету, если честно посмотреть на себя, а достойны ли мы вообще причащаться, когда мы очень легко приходим к причастию от нашей суетной, часто безобразной, неорганизованной духовной жизни, да, и мы получаем эту благодать, да, по великой любви Божией, никогда бы не задумывались о том, что, может быть, мы приходим недостойными, что вообще по закону, по идее, Господь должен был бы нас вообще отлучить от причастия за наши грехи. В древней церкви существовали епитемии, сейчас мы их применяем редко, идем навстречу людям, понимая, да, что все мы живем в непростом времени, в непростых обстоятельствах. Сегодня пастыри не налагают таких епитемий, не отлучают надолго, скажем, людей от причастия. Но ведь вспомним, что согласно церковным канонам за разные прегрешения люди отлучались от причастия и на длительный срок отлучались. Вот это вот знаменитые наши притворы в храмах, ведь они существовали, притвор в храме. Для чего? Для того, чтобы люди, отлученные от причастия, они стояли в притворе. А в древних храмах перед входом в храм всегда есть такой навес, да, потому что людей даже в храм отлученных от причастия не пускали, и они стояли годами, стояли на улице и молились на улице, только мечтая, чтобы был их грех прощен, и они были допущены в храмы к причастию. Когда мы, люди, которые делом или мыслью блудили, делом или мыслью убивали, то есть ненавидели людей, завидовали, пакостили, неответственно относились к своим духовным и общественным обязанностям, когда мы приходим и требуем, дай нам, дай нам, да, как будто это по праву Господь должен выбежать к нам навстречу и отдать себя в причастие. Когда мы не желаем понести эту эпитимью за все наши беззакония, эпитимью отлучения от причастия. Разве порядок в этом? Я не встречал еще мнений и комментариев у людей, которые бы сказали, что и слава Богу, по грехам нашим Господь нас на время отлучил от причастия. Это нам всем эпитимия для исправления, для того, чтобы мы что-то важное осознали в своей жизни. Я почему-то его не встречал. Я все больше встречаю претензию. Дай нам, дай нам, мы имеем на это право. Вот я выписал, да, что по 34 правилу святого Григория Низского блудника лишают причастия на 9 лет. По мнению святителя Василия Великого на 7 лет блудника отлучать от причастия. По мнению святителя Василия Великого за аборт человек отлучается на 20 лет от причастия. На 20 лет занимающихся магией, волшебством, носящих амулеты, гадающих, верящих в знаки зодиака, отлучение от причастия 5 лет. Можно сказать, что мы вот во всем этом, в вере в гороскопы, в вношении знаков зодиака, в вере в приметы, в суеверия какие-то, в том, что мы мысленно, даже пусть не делом, а мысленно блудили, мысленно ненавидели наших ближних, что мы не должны быть отлучены от причастия. Можно ли так сказать? Нет, должны, дорогие. Если, вообще-то, суммировать все те каноны и законы Божии, которые мы нарушили, то, знаете, как в американском правосудии, да, сроки добавляются, то мы, я думаю, лет на 150 с вами, на 250 все должны быть отлучены от причастия. Вот о чем нужно говорить и думать. И говорить, что, Господи, если ты дал нам вот такую небольшую изоляцию, небольшое лишение причастия, такую небольшую, по сути, епитимию, то мы тебе бесконечно благодарны, да, мы благодарим тебя за то, что ты не строго так нас караешь, хотя по правилу, по праву своему, ты, Господи, должен нас гораздо жестче с нас спрашивать. Хорошо, а в таком случае, а что говорить, что думать о людях, которые... Стараются вести все-таки добродетельную жизнь, для которых причастие это как воздух, как пища, которые без этого, как вода, которые без этого не могут и которые, вообще-то, достойны причащаться. Вот я сейчас сказал о том, что мы в своем подавляющем большинстве не достойны причащаться, да, будем объективны, мы не достойны причащаться. Хорошо, а что сказать о тех людях, которые действительно достойны, которые ведут богобоязненную, смиренную христианскую жизнь, которые достойны причащаться. А как вы думаете, дорогие, неужели таких людей Господь не причастит, не даст им благодати, даже без участия вот в литургии? Как вы думаете? Мы знаем, что из опыта церкви много-много можно случаев привести, много-много случаев о том, что Господь искренне верующим, достойным людям подает такую благодать. У меня в руках книга одного современного греческого старца, протопресвитера Стефаноса Анагностополоса. Это книга беседы о литургической жизни церкви, где он приводит и истории, которые с ним самим случились, и разные истории из предания церкви. Вот я мог бы из предания церкви, из всяких житий привести массу случаев или из афонских историй, отец Паисий Святогорец приводит эти истории о чудесном причащении людей, да, когда сами ангелы приходили, или Господь невидимо являлся людям и причащал их. Я хочу привести современную историю. «Одна добродетельная девушка, пишет отец Стефанос, имела благочестивую привычку причащаться регулярно при чистых тайн, согласия и по побуждению своего духовника. Однажды в воскресенье священник отказался ее причащать, говоря, что не подобает женщинам причащаться так часто. Приходи на божественное причастие в четвертое воскресенье поста». Благочестивая девушка очень сильно страдала из-за этого отказа, да, то есть благочестивая девушка, которая имеет по праву, да, это счастье причащаться, сильно страдала из-за этого отказа и грубого обращения со стороны священника. После окончания божественной литургии она осталась в храме, встала на колени, когда все ушли, и начала молиться с большим смирением от всего сердца. В то же время она молча плакала об укреплении в ней божественного дара и благодати. Так она молилась и вдруг видит перед собой величественного и сияющего ярче зонца архиерея, которого сопровождали нарядно одетые священники и диаконы, а ангелы и архангелы им радостно пели. Архиерей Христос сладким и кротким голосом спрашивает пораженную девушку о причине ее слез. Та с большой робостью рассказала об отказе, о божественном причастии. И тогда великий архиерей входит в святой алтарь, берет из святой дарохранительницы кусочек тела Христова, который хранился там с Великого Четверга. Он подозвал ее и сам причастил своей божественной рукой, говоря, «Прими плоть мою, тело и кровь мою в залог вечной жизни». И тотчас великий архиерей Господь наш Иисус Христос взошел на небо со всеми светлыми силами. А блаженная девушка осталась в храме, озаренной невыразимой радостью и ликованием. Позже, когда вернулся священник, и она ему об этом рассказала, открылось непостижимое чудо. Сосчитав освященные частицы, священник увидел, что одной не хватает. И уверовал и сам, что произошло чудо. Это из наших дней, история наших дней, дорогие. Хорошо, спросит тогда, каким же образом может совершаться причастие? Ну, хорошо, здесь исключительная ситуация. Сам Господь взял реальную частичку с престола и с дарохранительницей и причастил девушку. А есть ли в нашей церкви такой феномен, как невидимое причастие, как причастие без того, чтобы мы приходили на литургию? Дорогие, конечно, конечно. Скажите, всякий раз, когда мы пишем записки, подаем их на литургию, и мы вынимаем за этих людей, за живых или усопших, эти частички, потом опускаем их в чашу с кровью Христовой, разве не происходит духовного причащения? Конечно, происходит. Вот это поминание на литургии, это не просто поминание в ряду других, как на панихиде или на молебне мы поминаем наших близких и знакомых. Это именно духовное причащение этих людей. Это именно духовное причащение. В это сложно поверить, но это действительно так. Тогда это святоотеческое мнение. То есть мы, вот именно поэтому мы не можем поминать на литургии, за литургией и вынимать частички, поминать на проскомидии. Мы не можем за людей, не принадлежащих церкви или некрещенных. Не можем за еретиков, даже за раскольников, только за тех, кто является членом церкви, и кто таким образом может духовно причаститься. У меня в руках книга одного великого святого, к сожалению, в России малоизвестного. То есть он известен, но по своей книге, у него есть такая замечательная книга, называется она «Семь слов о жизни во Христе Иисусе», еще переведенная в глубокой славянской древности, веки, я не думаю, в 12-м, простите, там веки в 15-м, это святой Николай Кавасила. Святой Николай Кавасила – это византийский богослов 14-го века. Человек исключительной авторитетности, который в восточных церквях, например, в Греции, да, очень известен, и человек, без ссылок на которого, ну, ни одно там авторитетное какое-то догматическое или богословское сочинение, даже современное, не обойдется. Человек – глубокий молитвенник и подвижник. По преданию он был архиепископом, но мы на самом деле этого не знаем. Кто-то говорит, что он был мирянином, кто-то говорит, что он был архиепископом, но человек исключительно, конечно, и духовно, и интеллектуально одаренный. Он написал ряд творений, и одно из них – это знаменитое творение «Изъяснение божественной литургии». Вот я всем рекомендую почитать «Изъяснение божественной литургии». Когда сегодня мы видим любое сочинение о литургии, любое толкование, любые комментарии на литургию, то просто без упоминания святого Николая Кавасила там просто дело-то не обойдется, потому что он один из ключевых авторов Византии, ее периоды, ее самого высшего духовного расцвета, 14-е столетие. Это время Иссихазма, время святого Григория Поломы, время, когда формулируются учения об обожении, о благодатных энергиях Божьих, пронизывающих весь наш мир и все творение. Вот в этом своем «Изъяснении божественной литургии» святой Николай Кавасила, у нас, кстати, это «Изъяснение божественной литургии» вышло еще в 1850-е годы, то есть уже чуть ли не 200 лет назад в России оно вышло, было переведено в греческое и вышло. И вот святой Николай Кавасила здесь касается вот как раз вот этой темы духовного причащения верующих через поминание их на литургии. Он пишет, что есть два образа, да, таинство освящает нас двояким образом. Первое – через молитву нашу, и второе – через наше непосредственное участие, так сказать, через то, что мы пришли и стоим ногами, и то, что мы ртом своим, устами своим принимаем частицу. Так вот, говорит, что для нас, живых людей, он пишет «Опоминание усовших», каким образом, где этот алгоритм, где этот механизм, что благодать Божия, она позволяет участвовать в Евхаристии, причащает людей уже ушедших. Он говорит, что да, мы живые имеем возможность и духовно поучаствовать, и прийти ногами поучаствовать, принять частичку в рот свой. А многие люди, отшедшие из нашего мира, или люди, которые по объективным причинам не могут быть в храме, а это, дорогие, наша ситуация сейчас, они, для них только первая сторона действует. То есть это освящение не через вкушение частички, а духовное освящение от Бога. Из этих способов первый способ, вот это духовное причащение, общий для живых и умерших, из-за тех, из-за других, жертва евхаристическая приносится. А второй способ прийти и устами причаститься, доступен только одним живым, потому что мертвые уже не могут есть и пить. Хорошо. Что же, поэтому умершие и не освящаются этим освящением от причащения, что ли, раз они не могут есть и пить? Нет. Ибо и им Христос, то есть и умершим, и тем, кто по уважительной причине не может прийти в храм, и им Христос преподает самого себя непостижимым образом, так, как сам знает. Чтобы это было видно, рассмотрим, от чего зависит вот это наше освящение. И не имеют ли того и души умерших, подобно живым. Итак, от чего же происходит освящение? От того ли, что мы имеем тело, что приходим ногами к причастию, что берем руками святые дары, что принимаем их устами, что едим и пьем. От этого ли, да, что у нас двигательный аппарат работает, от этого ли, и что мы можем открывать рот, от этого ли мы причащаемся? Нет. Ибо многие, у которых все это было, и которые таким образом приступали к таинствам, то есть пришли ногами, открыв рот, положили туда божественную частицу, не получили от того никакой пользы и отошли, подвергшись большему злу. Так что же бывает причиной освящения для освящаемых? Чего требует от нас Христос? Это чистота души, любовь к Богу, вера, желание таинства. Вот как многие сейчас желают. Мы сидим на карантине, но мы так хотим причаститься. Дорогие, вот это желание таинства, ревность к причащению, горячее усердие, то, чтобы мы приходили с жаждой духовной. Вот чем приобретается это освящение, и что необходимо иметь тем, которые приходят соделаться причастниками Христа, и без чего невозможно освящение. Все это не относится к телу, а зависит от одной души. Следовательно, ничто не препятствует, чтобы и души умерших могли иметь это причастие. И души тех, кто не пришел по уважительной причине в храм, тоже могли иметь это причастие. Если души имеют готовность и расположенность к таинству, а Господь, который осветил и совершил его, потому что не священник совершает таинство, а Господь, только руками священника, а Господь, который осветил и совершил его, всегда желает освящать и хочет всякий раз преподавать самого себя, то что может воспрепятствовать приобщению? Если душа расположена к причастию, но не может попасть в храм, или человек уже умер, и душа в ином мире находится, и не может тоже попасть в храм, что мешает ей, если у нее есть душа, любящая Бога, что мешает ей принять это духовное причастие? Очевидно, ничто. В таком случае скажет кто-нибудь, если кто и из живых будет иметь в душе те добрые качества, о которых мы сказали, то хотя бы и не приступили к таинствам, тем не менее получат освящение? Не всякий, да, но не всякий, но только тот, кто подобно душам умерших, не может приступить к ним телесно, каковы были скитавшиеся в пустынях, в горах, вертепах, расселенных, земных, которым невозможно было видеть жертвенник и священника. Этих людей сам Христос, очевидно, освящал этим освящением. Конечно, когда мы говорим о подвижниках веры нашей, причащались ли они, если они не могли прийти в храм? Ну, конечно, если за них в храмах возносится молитва, да, если на литургии они поминаются, то их духовно причащал Господь. Этих людей сам Христос, очевидно, освящал этим освящением. Из чего это видно? Из того, что эти люди имели жизнь, да, бьющую через край жизнь в самих себе. Этой жизни они не имели бы, если бы не причащались, ибо сам Христос сказал, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и не будете пить кровь Его, то жизни не имеете в себе, а эти подвижники имели эту преизбыточествующую жизнь, бьющую ключом, фонтанирующую в себе. Вознаменование этого ко многим из святых, как известно, говорит, посылал Господь и ангелов с дарами. Если же кто-то может причаститься, прийти в храм и может, но не будет приступать к трапезе, тому совершенно невозможно получить освящение. Но не потому, что он не приступает, но потому, что показывает, что в душе его нет тех добрых качеств, которые нужны для таинства. Знаете, если ты жаждешь и алчишь причастия, Господь тебя придет и причастит. Мы, совершая литургию, каждый раз молимся записки, да, можно подать записки, можно онлайн позвонить, написать просьбу помолиться, можно позвонить священнику и помолиться. Но, в принципе, из-за всех прихожан нашего храма мы ежедневно совершаем божественную службу. И, конечно, люди, те души, которые хотят причащения, они духовно получают его. А те, кто не хотят причащения, не ведут добродетельные жизни, хоть бы мы их и поминали, хоть бы мы их имена и произносили, нет им в этом никакой пользы. Тут можно, слушайте, много почитать, он много об этом пишет. Но вот, посему, если надобно веровать, что души получают покой от молитв священников и от приношения святых даров, то наперед нужно верить и тому, что это бывает именно тем способом, каким, возможно, человеку применить, получить покой. А какой это способ? То есть, какой способ для духовного причения? Какая возможность у нас стать причастниками? Это примириться с Богом и не быть его врагами. Как это сделать? Нужно соединиться с Богом, соделаться единым духом с возлюбленным, о котором благоволил Отец. Это дело святой трапезы общее равно и живым, и умершим. Итак, дорогие, давайте подытожим все то, что я вот в этом пустом храме, как я верю, наполненным ангелами наговорил. Я считаю, что временное отлучение нас от храма это эпитемья нам за все наши беззакония, совершенно справедливая эпитемья, и обиды на Бога, на священноначалие, на всю эту ситуацию, эти обиды показывают только нашу крайнюю гордыню, какую-то духовную запущенность нашу. Нет, мы имеем право получить это. По какому праву ты это имеешь право получить, если ты, если говорить по закону, должен быть отлучен лет на 150 от причастия? По какому? Так много сделав беззаконий, так много допуская в своем сердце нечистоты, грязи, злобы. Итак, давайте воспримем это вынужденное воздержание от причастия как эпитемью. Хорошо, если наши души готовы к причастию, Бог невидимым образом причастит ли нас? Ну, конечно, как это было многократно. Каков алгоритм, каков механизм этой тайны? Да таков, что если есть доброе расположение в душе, Господь с небес подаст нам эту благодать. Понимаете? Подаст нам эту благодать невидимым духовным причащением. Как об этом вдохновенно говорил святой Николай Кавасила. Причащаемся мы не потому, что у нас есть ноги и рот, а причащаемся мы потому, что у нас есть любовь к Богу, наше верущее, благоговейное сердце, желание идти путями духовной жизни. Так что, дорогие, давайте не будем расстраиваться, не будем грустить, а со смирением примем всю нынешнюю ситуацию и да послужит она нам на пользу. А когда истоскуемся, когда поскучаем по причастию, тогда давайте, когда храмы для нас откроются, тогда пойдем и будем причащаться, и будем ценить это счастье уже, а не пренебрегать, как до этого пренебрегали. С Богом! С Богом! С Богом!